В рамках национального проекта образования в прошлом году в трех сельских школах нашего района были открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». О том, как проходят там уроки и какие возможности открылись перед славянскими школьниками с приходом цифровых технологий в образование, смотрите в следующем материале выпуска. Одной из трех сельских школ, где был открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», стала 25-я школа Станицы Анастасиевской. И если в первые дни уроки информатики, основы безопасности жизнедеятельности, технологии, которые проходили с использованием современного цифрового оборудования, были ребятам в новинку, то сейчас это воспринимается как должное. Они хорошо освоились с новой техникой и уже со знанием дела могут оказать первую медицинскую помощь в экстренной ситуации, отработав механизм на специальных тренажерах, которые появились в кабинете ОБЖ. На уроках технологии и информатики построить модель роботизированной машины или разработать виртуальный дизайн проекта помещения. Мы отрабатываем навыки программирования у детей, потому что в первую очередь робот уже программируется. И позволяют детям отработать на практике уроки алгоритмизации. Попутно у нас еще есть очки виртуальной реальности, и они позволяют детям, которые склонны к дизайнерскому типу мышления, проникнуть в ту среду, которую они используют для того, чтобы творить. Рисунки объемные они рисуют, создают среду виртуальную. Ну, конечно, первые шаги еще все-таки дети, но уже неплохо, я так считаю. Благодаря современным технологиям уроки становятся интересны школьникам, а знания и умения, которые они получают, более обширны, затрагивая разные области науки. Так, на уроке информатики школьники помимо программирования узнают о законах физики, что такое энергия, как работают солнечные батареи или ветряные мельницы. Сегодня на уроке информатики мы изучали источники энергии. И вот мы собрали ветряную мельницу, она благодаря ветру вырабатывает энергию. Эти уроки мне очень нравятся, очень интересно, познавательно. Еще несколько лет назад лишь учащиеся самых продвинутых городских школ могли похвастаться тем, что получают образование именно так. А сегодня технологии будущего идут в сельские школы. Точка роста станет для ребят надежным стартом к получению качественных знаний, которые востребованы в современной жизни. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».